В эту пасхальную пору мы размышляем и радуемся искуплению, совершенному нашим Спасителем Иисусом Христом. Шум, эхом раскатывающийся по лицу земли из-за мирской порочности, создает ощущение уязвимости. Благодаря современным средствам связи, влияние нечестия, неравенства и беззакония усиливаются, и это заставляет многих чувствовать, что жизнь несправедлива по своей природе. Какими бы серьезными ни были эти испытания, они не должны отвлекать нас от радости во Христе и празднования Его божественного заступничества за нас. Спаситель в буквальном смысле слова одержал победу над смертью. При исполненной милости и сострадании Он взял на Себя наши беззакония и согрешения, искупив нас и удовлетворив требования правосудия по отношению ко всем, кто покается и верует в Его имя. Его чудесная искупительная жертва имеет бесконечное значение. Оно лежит за пределами человеческого понимания. Этот поступок, совершенный по благодати, приносит покой, который превосходит понимание. Как нам в таком случае быть с теми суровыми реалиями, которые нас окружают? Моя жена Мэри всегда любила подсолнухи. Она радуется, когда они появляются на дороге в совершенно невероятных местах. К дому, где жили мои бабушка и дедушка, ведет грунтовая дорога. И когда мы выезжали на эту дорогу, Мэри часто восклицала, «Как ты думаешь, мы сегодня увидим эти чудесные подсолнухи?» Мы удивлялись тому, что подсолнухи цвели в земле, подвергшейся воздействию сельскохозяйственной и снегоуборочной техники, а также веществ, которые трудно назвать идеальной почвой для роста диких цветов. Одна из удивительных особенностей молодых диких подсолнухов, помимо их ростов неплодородной почвы, это то, как бутон следует за солнцем, идущим по небу. Таким образом, он получает необходимую для жизни энергию перед тем, как полностью распуститься своими великолепными желтыми лепестками. Подобно молодым подсолнухам, следуя Спасителю мира, Сыну Божьему, мы расцветаем и становимся славными и великолепными, несмотря на окружающие нас различные ужасные обстоятельства. Он воистину наш свет и наша жизнь. В притче о пшенице и плевелах Спаситель провозгласил Своим ученикам, что те, кто искушают и творят беззаконие, будут удалены из Его Царства. Но говоря о верных, Он сказал так, «Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их, как личности и как ученики Христа, живя во враждебном мире, находящемся в буквальном смысле в смятении, мы можем процветать и благоденствовать, укоренившись в нашей любви к Спасителю и смиренно следуя Его учениям. Наша способность стоять твердо, оставаться верными и следовать за Спасителем, несмотря на превратности судьбы, сильно укрепляют праведные семьи, сосредоточенность на Христе и единство в наших приходах. Роль семьи в плане Бога – нести нам счастье, помочь нам познать верные принципы в атмосфере любви и подготовить нас к вечной жизни. Прекрасные традиции духовной жизни в семье должны войти в сердца наших детей». Мой дядя, Вон Робертс Кимбл, был хорошим студентом, перспективным автором и квотербэком команды университета имени Бригама Янга по американскому футболу. 8 декабря 1941 года, на следующий день после нападения на Пёрл-Харбор, он записался добровольцем военно-морские силы США. Выполняя задания по набору новобранца в Волбани, штат Нью-Йорк, он написал короткую статью в редакцию издания Reader's Digest. Журнал заплатил ему 200 долларов и опубликовал его отрывок в номере за май 1944 года. Его статья для Reader's Digest, где он представляется моряком, примерно следующее содержание. «Домашнее время. Однажды вечером в Волбани, штат Нью-Йорк, США, я спросил моряка, который час. Он достал огромные часы и ответил 7.20. Я знал, что было позднее. У тебя, наверное, часы остановились? Нет?» Спросил я. «Нет», — ответил он. «У меня показывает стандартное горное время, то есть время в Сотлэк-Сити. Я из Южной Юты. Когда я попал на флот, папа подарил мне эти часы. Он сказал, что они помогут мне помнить о доме. И когда мои часы показывают пять утра, я знаю, что папа пошел доить коров. И каждый вечер в 7.30 я знаю, что вся семья собралась сейчас за накрытым столом, а папа благодарит Бога за все, что есть на нем и просит его заботиться обо мне», — продолжал он. «Я достаточно легко могу определить, какое время там, где я нахожусь, но я хотел бы всегда знать, сколько времени сейчас в Юте, в моем доме. Вскоре после написания статьи Вона его направили на военную службу на Тихий океан. И 11 мая 1945 года он служил на авианосце Банкерхилл у берегов Окинавы. В этот день корабль был атакован двумя пилотами Камикадзе. Около 400 членов экипажа погибли, в том числе и мой дядя Вон. Старичина Спенсер Кимбелл выразил своей сердечной соболезновой отцу Вона отметив достоинство Вона и заверение Господа о том, что те, кто умирают в нем, не вкусят смерти, ибо она для них будет сладостна. Отец Вона с нежностью сказал, что хотя Вон был похоронен в море, рука Бога возьмет его в небесный дом. 28 лет спустя президент Спенсер Кимбелл говорил о Воне на генеральной конференции. В частности, он сказал следующее. Я хорошо знал его семью. Я преклонялся в могучей молитве с ними. Обучение, происходившее дома, привело эту большую семью к вечным благословениям. Президент Кимбелл призвал каждую семью стоять на коленях, молясь за своих сыновей и дочерей дважды в день. Братья и сестры, если мы с верой проводим семейные молитвы, изучение священных писаний, домашний семейный вечер и даем благословение священству и соблюдаем день субботний, наши дети будут знать, сколько времени сейчас у них дома. Они подготовятся к вечному дому на небесах, независимо от того, что будет происходить с ними в этом сложном мире. Жизненно важно, чтобы наши дети знали, что их любят и что они в безопасности в домах. Мужья и жены равные партнеры. У них разные, но взаимодополняющие обязанности. Жена может вынашивать детей, что благословляет всю семью, а муж может получить священство, что также благословляет всю семью. Но на семейном совете жены и мужья, как равноправные партнеры, принимают самые важные решения. Они решают, как учить и воспитывать детей, на что тратить деньги, где жить и многое другое. Такие решения принимаются совместно после того, как вы обратились за руководством Господу. Цель — это вечная семья. Свет Христов закладывает вечную породу семьи в сердца всех детей Бога. Один из моих любимых писателей, не принадлежащий к нашей вере, выразил это таким образом. В жизни так много ненужного. Но семья — это нечто реальное, надежное, вечное. Это то, за чем стоит присматривать, то, о чем стоит заботиться, и к чему стоит быть верным. Церковь помогает нам, как единой семье, сосредоточиться на Спасителе. Помимо семьи, роль Церкви также важна. Церковь дает возможность обучать всех детей Бога Евангелия Иисуса Христа и предоставляет средства для этого. В ней есть власть священства для совершения таинств спасения и возвышения всех людей, достойных и имеющих желание принять их. В мире свирепствуют раздоры, беззакония, и большое внимание уделяется культурным различиям и неравенству. А в Церкви, если не считать подразделения для конкретных языков, все приходы и небольшие приходы делятся лишь по географическому признаку. Мы не делим людей на классы или сословия. Мы радуемся тому, что все расы и культуры смешиваются и объединяются в собирании праведных. Наша приходская семья играет важную роль в нашем развитии, счастье и помогает нам прикладывать усилия, чтобы становиться все более похожими на Христа. Культуры часто делят людей, и это иногда является источником насилия и дискриминации. В книге Мормона используются самые резкие слова и выражения, чтобы описать традиции нечестивых отцов, ведущие к насилию, войне, злым делам, беззаконию и даже уничтожению народов и стран. Нет лучшей отправной точки в Священных Писаниях, чем 4-й Нефий, чтобы описать церковную культуру, необходимую каждому из нас. Второй стих, в частности, гласит, «Народ был обращен к Господу на всем лице той земли. Как нефийцы, так и алманийцы. Не было среди них ни раздоров, ни споров. И каждый человек поступал справедливо по отношению к другому». В 16-м стихе мы читаем, «Поистине, более счастливого народа не могло быть среди всего человечества, сотворенного рукой Божией. Тот факт, что среди них не было ни раздоров и приписывался любви Божией, пребывавшей в сердцах народа, — это та культура, к которой мы стремимся. Глубокие культурные ценности и верования становятся сердцевиной самой нашей сущности. Традиции жертвы, благодарности, веры и праведности надлежит лелеять и оберегать. Всеми должны наслаждаться традициями, которые создают веру и защищать их. Одна из наиболее важных особенностей любой культуры — это ее язык». Наше учение, касающееся языка, изложено в 90-м разделе 11-м стихе учений Заветов. «Ибо будет так в тот день, что каждый человек услышит полноту Евангелия на своем родном языке и своем родном наречии. Когда дети Бога молятся ему на своем родном языке, они молятся на языке своего сердца». «Несомненно, язык сердца дорогоценен для каждого человека. Мой старший брат Джозеф Медик, он много лет работал в районе залива Сан-Франциско. Как-то раз в нему в кабинет пришел новый пациент, пожилой член церкви Самоа. Он испытывал жестокую, изнурительную боль. Выяснилось, что у него были камни в почках и были предприняты необходимые меры. Этот верный член церкви сказал, что его главной целью было понять, что с ним не так, чтобы он мог помолиться Небесному Отцу об этой проблеме со здоровьем на саманском языке. Для членов церкви важно понимать Евангелие на языке своего сердца, чтобы они могли молиться и действовать согласно его принципам. Хотя мы живем окружены невероятным разнообразием языков, и культурных традиций, таких прекрасных и возвышающих, все же наши сердца должны быть сплетены в единстве и любви. Господь решительно провозгласил, пусть каждый человек почитает брата своего, как самого себя. Будьте едины, и если вы не едины, вы не мои. Хотя мы ценим допустимые культурные различия, наша цель объединиться в культуре, обычаях и традициях Евангелия Иисуса Христа во всех отношениях. Мы знаем, что у некоторых членов церкви возникают вопросы в то время, как они стремятся укрепить свою веру и свидетельство. Нам следует быть осторожными, не критиковать и не судить тех, у кого присутствуют сомнения, серьезно или не очень. В то же время, те, у кого присутствуют сомнения, должны делать все от них зависящее, чтобы создать свою собственную веру, укрепить свидетельство. И терпеливо, и смиренно изучать, и размышлять, молиться, и жить по законам Евангелия. И советоваться со своими руководителями. Это все лучший способ разрешить свои вопросы и сомнения. Некоторые заявляют, что сегодня больше членов церкви уходит из нее, чем в прошлом, и что сомнений и неверия стало больше. На самом деле это не так. Церковь Иисуса Христа Святых в последние дни еще никогда не была такой сильной. Количество членов церкви, изъявших свои имена из ее учебных документов, всегда было весьма незначительным. А в последние годы оно значительно меньше, чем в прошлом. Такие количественно измеряемые показатели, как число облеченных членов церкви, имеющих действительную рекомендацию для посещения храма, число взрослых членов церкви, и число миссионеров полного дня, все эти показатели увеличились значительно. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, церковь еще никогда не была такой сильной. Но помните, велика ценность душ в глазах Бога. Мы стремимся помочь каждому. Есть ужасные обстоятельства, в которых вы находитесь, и они могут казаться мрачными, тяжелыми, почти невыносимыми. Но тогда помните о том, что в развивающей души тьмы, гефсимане и неповстижимых муках и боли голгофы Спаситель совершил искупление, который устраняет самые ужасные тяжести, которые только могут быть в этой жизни. Он сделал это для вас, и Он сделал это для меня. Он сделал это, потому что любит нас, и потому что повинуется своему Отцу и любит Его. Мы будем спасены от смерти. Нашей защитой в этой жизни и в вечности будет личная праведность и праведность семьи, церковные таинства и следование примеру Спасителя. Это наша защита от бури. Те, кто чувствуют себя одинокими, стойте с решимостью в праведности, зная, что искупление защитит и благословит вас, превыше вашего разумения. Нам следует помнить Спасителя, соблюдать наши заветы, исследовать Сыну Божьему, подобно тому, как молодые подсолнухи следуют за солнцем. Следование Его совету и примеру принесет нам радость, счастье и покой. Как сказано в 26-м псалме, «Господь, свет мой и спасение мое». И в эти пасхальные дни, как один из апостолов Спасителя, я приношу торжественное свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Я знаю, что Он жив. Я знаю Его голос. Я свидетельство о Его божественности и реальности Его искупления. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.